Пять поражений подряд с такими показателями подошел к 13-му туру чемпионата Ульяновска по мини-футболу клуб Суперлиги Контактор. А ведь перед началом сезона красные намеревались занять одно из призовых мест, однако причину затянувшегося кризиса не могут назвать даже в самой команде. Наверное где-то немного недоигрываем что ли, либо наоборот вначале расстраиваемся, получаем несколько голов 2-3, а потом уже просто не хватает силы не то что догнать, даже забить. Туром ранее Контактор Сухую уступил ПСК 0-2. Одной из причин называют кадровый гол от команды. Вот уже второй гол в составе нет главных ударных сил Бурмакова и Цыганцова, а из двух Кузнецовых составит только голкипер Сергей. Да и то очередной матч чемпионата против Кристаллов он начинает на скамейке запасных. Это игроки, которые за плечами большой опыт, они в любом случае вселяют нас. Но здесь больше, наверное, не в них дело, скажем так, а больше, наверное, в нас, потому что мы, я считаю, выпускаем такие ошибки, за которых проигрываемся. Кстати, последний раз Контактор набирал очки 8 декабря прошлого года. Как раз в матче с Кристаллом была ничья 2-2. Но теперь соперники полные противоположности друг друга. В отличие от оппонентов, у Кристаллических нет проблем с набором очков. В трех последних турах команда завоевала 7 баллов и по-прежнему борется за медали чемпионата. Кроме того, с начала нового года коллектив решил все свои кадровые вопросы. В строй вернулся даже голкипер Антон Загородников, пропустивший первый круг из-за травмы. И физически, и психологически, ну, как бы, надо было входить. Целый круг пропустил, и поэтому, как бы, ну, и до сих пор она, как бы, беспокоит. И поэтому стараюсь, чтобы не получить лишнего ничего. Десять минут без голевых моментов. Почти половина тайма потребовалась командам, чтобы нащупить слабые места конкурента. В игре Контактора шероховатости оказалось больше. Например, не самые уверенные действия на последнем убеже голкипера Дмитрия Долгова. Именно ошибка сразу же ворот и позволила Кристаллу повести в счете. Мягкий заброс Дениса Панфилова, легкий кивок головой Владислава Александровича и мяч в воротах. Сложно всегда, когда ты пропускаешь любой гол, собраться и продолжить игру. Поэтому без разницы, Александрович забил так, или кто-то другой, или как-то там с центра поля забили. Настраиваться после пропущенного мяча всегда очень сложно. Вскоре после пропущенного гола Контактор получил право на опасный штрафной. Команда долго к нему готовилась. Однако Кристалл не только отбился, но и провел свою голевую атаку. Дмитрий Арефьев убежал к воротам соперника и обошелся собственным ударом. 2-0. Первый таймик голкипер Кристаллический Ханкон Загородников сохранил свои ворота сухими. Опять у нас движение, опять у нас открывание все идет. Мы как дети на одном месте прыгаем. Ну отдал мяч, ну дернул, надо один-два шага, вернулся, получил. Друг по другу, мы отдаем мяч, остаемся на месте. Мы отсюда даже вылезти не можем, потому что там встали, там встали. И вот это поперек мы гоняем его. Родные, 25 минут. Нельзя, нет, играть нельзя. Один за всех. Все за все. Давай, 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 давай. После перерыва игровые проблемы контактора не только не ушли, но еще больше оголились. И вот уже опытный Денис Мерте теряет мяч в собственной штрафной, потом фалит на соперники, а судейская бригада после небольшого производственного совещания назначает пенальти. В воротах контактора вместо Долгова уже Сергей Кузнецов, но и ему не справится с мощнейшим выстрелом капитана Кристалла Дмитрия Арефьева. Я не делю мячи на красивые и некрасивые, есть важные мячи. Все они важные, поэтому я рад, что помог команде, не более того. Дублем помощь Арефьева своей команде не ограничилась. На экваторе второго тайма он еще раз огорчил Кузнецова после размашистой атаки Кристалла. Глевая комбинация получилась на загляденье, да и удар капитана тоже вышел на славу. Контактор был обречен на шестое поражение подряд, а Кристалл праздновал вторую победу в ряду 4-0. Контактор держал напряжение на протяжении двух таймов, да, ну, может быть, не все моменты они использовали, которые у них были. Вот так, ну, в принципе, мы справлялись. Мы пытаемся биться до последней минуты и сражаться до последней минуты, и не знаю, что сказать. Проблема контактора – это проблема контактора. Мы переиграли за счет именно команды. В плане команды, я считаю, у нас одна из сильнейших. Именно в футболе нет, это не теннис, это не индивидуальный вид спорта, это команда. И, прежде всего, выходит на первый план команды и действия этим мы славимся. Еще более уверенную победу в 13-м туре одержал лидер Суперлиги Мобирейт, разгромивший смену 11-4. По два гола на свой счет записали Михаил Каширин, Вячеслав Прибылов, Вячеслав Мессин и Александр Попов. А вот действующий чемпион Симбирск продолжает пикировать. Команда проиграла третью игру в последних четырех турах. На этот раз юниору 4-8. Четыре гола у победителей забил Владислав Горюнов. ПСК и УМЗ устроили настоящий триллер. На пару они забили всего пять мячей, но лидировать в счете успели обе команды. Правда, в итоге победа досталась УМЗ 3-2. В заключительном матче игрового дня Штальбург едва не отнял очки у Платона. За две минуты до финального свистка лучший бомбардир чемпионата Игорь Ахмедшин забил свой очередной гол и принес своей команде нелегкую победу 6-5. Таким образом, за пять туров до конца чемпионата Мобирейт по-прежнему лидирует с десятиочковым отрывом от Платона. Две победы в оставшихся матчах гарантирует МЧС досрочное чемпионство. На третью позицию, обогнав ПСК, вырвался Кристалл. Остальные команды остались при своих. Вот только круг соискателей медалей стремительно сокращается. Симбирск, Смена и Контактор за благородный металл уже вряд ли поборются. Очередной тур Суперлиги пройдет через неделю, 16 февраля. Из пяти запланированных встреч особняком стоит матч Мобирейта и ПСК. Он будет венчать 14-й игровой день. В первом круге ПСК выиграл со счетом 2-0. Это была единственная сечка лидера. В следующую субботу он отправится за реваншем. Если он состоится, то откроет Мобирейту дорогу к чемпионству.